В Архангельске появятся первые на севере России промышленные плантации «Клюквы». Их заложит кооператив предпринимателей и частных инвесторов о том, почему архангельские бизнесмены видят перспективу именно сельскохозяйственной отрасли и о том, как планируют изыскивать финансовые средства. Кризис на старте проекта спросим у руководителя проекта Николая Склипковича. Николай Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, раз уж мы подсчитываем сегодня, сводим цифры, давайте сведем цифры и по вашему проекту. Итак, вы взяли в аренду более трех тысяч гектаров торфяного месторождения «Дикое» в Холомогорском районе, да? Пока плантация, пока ее поделят на участки, площадь займет 500 гектаров. Ну, 500 гектар – это территория, которая максимально природой приспособлена для выращивания «Клюквы». С каждого гектара вы планируете получать в год до 15 тонн ягод, а первый урожай не меньше, чем через 6 лет, верно? Ну, по сути, это надо посадить в сад. Ну, а как расценивается объем частных инвестиций членов кооператива? Значит, при расчетной, на стадии подготовки проекта расчетная единица звучала так. Один квадратный метр «Клюквенной плантации» под ключ будет составлять 200 рублей. То есть, допустим, я хочу вступить в кооператив. Да. Решила. Что мне для этого нужно сделать? И какую сумму внести? Зайти на сайт, прочитать всю информацию, изучить законодательную базу полностью, она там вся у нас выложена, значит, и написать заявление, и внести паевой взнос. Ну, а каковы перспективы у такого вида инвестирования? Вы-то как их оцениваете? Ну, а как сегодня вообще работаете? Ну, Путин выступает и говорит, ребята, дешевых кредитов не будет. Все начинают возмущаться, ругаться. Зайдешь в социальные сети, значит, чего только они не пишут. Я тоже взял и написал, говорю, ребята, давайте представим, вот вам всем, как на Западе, дали кредит здесь, в России, вот в настоящее время под 4% годовых, что делать будете? И тишина ни одного ответа. Ну, то есть вкладываться в клюкву, в общем-то? Нет, ну, вопрос, кредитов дешевых не будет. Ситуация в стране, она не позволяет сегодня выдать дешевый кредит. С кредитом в 20% годовых никакой бизнес не построишь. Мы проходили все, я помню, 95-й год, Агропромбанк, кредит по 250% годовых. Состав с лесом надо отправить на экспорт, соответственно, мы могли позволить себе и краткосрочные такие кредиты. Сегодня, понимая, что работать надо, ситуация вот экономическая и политическая вся на нашей стороне. На сельхозпроизводителей здесь вот лучшие условия не придумать. А как это сделать? Надо собрать деньги. Ну, а насколько преуспели, вот вы упомянули западные страны, сколько они преуспели в промышленном сборе клюкву? Ну, во-первых, у меня здесь в студии вот есть буклетик компании Ocean Spray, объединяющая более 700 кооперативов с 1930 года. С 1930 года создана американская. В 2012 году праздновала 200-летие промышленного выращивания клюквы. 200 лет. Мы-то думаем, что это мы, так сказать. Ну, мы тоже так думали. Вы знаете, мне вот этот буклет прислали из Академии государственной службы и говорят, Николай, а вот чем мы можем ответить, да? Вот смотри, вот у них комитет по продвижению клюквы, вот выпустил такой рекламный буклет. На этом рекламном буклете написано, такой клюквы вы еще никогда не видели. Ну, вот полистали, все красиво. Ну, что, ввели в поисковик и что у нас вышло. Очень интересно, потому что слово никогда не употребляется в рекламе, тем более американцы не в этом деле очень щепетельные. И вышел то, что в России в 1963 году были стихи Александра Долова, значит, гимн клюкве. И последняя строчка его звучала так. Пусть вопят буржуазные злюки и жуют свой гнилой ананас никогда по количеству клюквы не догонит Американас. Мы не знали, как выращивают клюкву. Мы не знали. А на самом деле мы не знали. А почему не знали? Вот вроде бы, ну, идея-то, ну, грубо говоря, на поверхности, да? А почему раньше-то не знали? Ну, откуда я знаю? Вот показали бы Хрущеву вместо кукурузы, как клюкву собирают трактором, понимаете? Вот представляете, он приезжает в Архангельск после этого. Мы бы все здесь клюкву тоже выращивали промышленно. Технологии не знали. А какова она? Расскажите нам. А как ее не знать? Я вам еще больше покажу. Еще один. Мы видим у вас замечательный макет. Хотим вот прям, чтобы вы нам рассказали на его примере, визуально показали, какова технология того процесса, о котором вы сейчас нам говорите. Вот, смотрите, есть отсканированная страничка из журнала «Сельский хозяин». А, к сожалению, нашим телезрителям, да, не видно, да, не показать. Нет, не подготовлено. А, 910-й год. И в нем расписана вся технология выращивания клюквы. Ага. То есть уже не на вас, скажем так. То есть более ста лет. Что сейчас происходит? Давайте расскажите нам на примере. А что выходит, значит, мы когда планировали добывать торф как энергетический материал, вели исследование торфяного месторождения. Но я по всем торфяникам работал, значит, особенно вот торфяное месторождение дикое заинтересовало. И там просто нашли такую вот, ну, гидрологические условия, как это официально звучит, значит, или просто аномалию. Озеро посреди болота выше кромки болота на 7 метров. Вот, официально по статистике. Отсюда встал вопрос, что мы можем вернуться к проекту выращивания клюквы. У нас попытки эти были. Уже две попытки были в Архангельске. Соответственно, не строя ни одной насосной станции. Вот качать воду, построить насосную станцию посреди леса, посреди болота, кто ее будет охранять потом целый год? То есть ей работать там два месяца в году, а охранные, значит, съедят все деньги. Соответственно, когда встал вопрос, что у нас есть запасы, огромные запасы пресной воды, и у нас есть возможность подавать ее, только регулируя систему шлюзов, сказали, давайте будем строить. Встал вопрос, что мы будем сажать. Сажать у нас оказалось есть, что в Костроме были выведены на этот момент семь сортов клюквы болотной. Американцы выращивают крупноплодную, она очень теплолюбивая, она в Архангельске не будет произрастать. А болотная наша, значит, ну, более сырая. Но и та, и другая плавает в воде очень хорошо, по вкусовым качествам, тоже почти одинаковые по химсоставу. И мы приступили просто к работе. А действительно любую дикую ягоду можно выращивать на плантациях? Абсолютно. Абсолютно. Значит, сегодня бруснику выращивают, но она как картошка, или вот если посмотреть куст акации, вот зеленый, или чайные кусты. Но, опять же, это надо посадить, сформировать через 7 лет, 8. Пожалуйста, трактором каждый год проехал, собрал. Но трактор собирает 20 тонн в день, брусники. А для дачников есть у вас какие-то, будут ли какие-то, помощь какая-то, скажем так, может быть, какие-то саженцы, рассаду, или как правильно называется? Клюкву на дачах нет. Возможно, не стоит этим заниматься? Не стоит. Экономика должна быть экономной. Но на дачах, сегодня мы приступили к испытаниям в прошлом году, княженику Рубус Арктикус, княженика Арктическая. Значит, это такая ягода, самая дорогая ягода в мире, и самая вкусная, это признали во всем мире. Мы сегодня обсуждаем новости. Правительство задумалось над освобождением самозанятых от налогов. То есть, получается, да, два года они не будут платить, зато зарегистрироваться. Как вы считаете, все-таки, да, можно назвать вас предпринимателем, можно назвать всех участников кооператива предпринимателями. А самозанятых людей можно назвать? Самозанятых людей нужно облагать вообще налогом? Ну, освободили, спасибо. Но вот в данном случае, когда мы смотрим, и освободили еще от сбора дикоросов, ну, спасибо, мы налогов платить не будем. Не обременительно. Вот в этом проекте мы бы с удовольствием заплатили налоги. То есть, они мизерные были, но и от них освободили. А сколько уже сейчас человек вступили в кооператив? Я сегодня подписал 74-75-ю членскую книжку. Это много или мало, изучая опыт других? Ну, это только старт. Ну, еще рекламную кампанию-то даже не начали. Будет. Рекламная будет, потому что мы вот... Вчера я только был в Холмогорах, значит, мы обсуждали с инженером лесоустройства, значит, пошла разметка дороги. То есть, я думаю, что в марте месяце, а может, даже еще в феврале, у нас уже техника поедет прокладывать дорогу. То есть, нам сейчас нужно с М8 до самого участка проложить дорогу 3,5 километра. Николай Владимирович, ну, мы сегодня говорим о экономике, о нашей собственной экономике. Какой ваш совет? Вот мы говорили, да, о том, как распределить доход, в общем-то, небольшой, так, чтобы выжить. Как вы считаете, на что нужно сегодня тратить деньги? Ну, вы знаете, один вкладывает в доллары, другой еще, кто-то вкладывает в клюкву. Но я, например, тоже думал, что я не буду больше бизнесом заниматься, значит, надоело. Но проект увидел, значит, проект чем мне понравился? Во-первых, я построил, я построил, назовите это недвижимостью, назовите это производством, то есть, это капитальные вложения. Каждый год я буду получать свою долю урожая, потому что я вложил деньги, они пропорциональны метру квадратному, метр квадратный пропорциональен количеству урожая. Я знаю, что специалисты, нанятые, ее уберут, продадут, я получу свою долю. То есть, либо заберу просто ягодой. Это выгодно. Сейчас давайте о приятном, мы поздравляем с днем рождения в нашей программе именинников. Давайте узнаем, кто завтра будет принимать слова поздравлений в свой адрес. 18 февраля свой день рождения отметит волонтер приютов для животных Марина Кузнецова. Человек с добрым сердцем, открытой душой и огромной жизненной энергией, заряжающей всех вокруг. Что пожелаете имениннице, Владимир Николаевич? Я пожелаю хорошего настроения, я пожелаю, чтобы человек был уверен в завтрашнем дне, чтобы он не расписал от этих временных трудностей. Потому что нельзя сегодня поддаваться вот этим паническим настроениям и так далее. Человек сам создает себя, создает вокруг себя окружение и настроение в том числе. А когда хорошее настроение, человек улыбается за все. У нас в студии звонок, ало, мы вас слушаем. Здравствуйте, меня зовут Юлия. Здравствуйте. Вот вы сейчас говорите о хорошем настроении, и я предлагаю вам, возможно, поучаствовать в обсуждении того, что сейчас вырабатывают, придумывают все вместе новый туристический бренд Поморья. Почему бы клюкву не сделать этим брендом и, соответственно, сувениры продавать, какие-то туры на ваше клюквенное месторождение делать? На этом тоже можно было бы зарабатывать, и это были бы новые рабочие места. Почему бы нет? Спасибо большое за звонок. Ну, наверное, все впереди. Ну, клюква же, да, она, можно сказать, и так бренд нашего региона. Вы видели вообще новый бренд? Ну, я смотрел, значит, о бренде мы еще с 2012 года разговариваем, ну, вы понимаете, вот какая ситуация? У нас яблоки не вырастут, бананы тоже, значит, но у нас всегда при любой погоде и в это холодное лето Архангельская область на первом месте по России по урожайности клюквы. Ну, нам кроме клюквы-то не остается ничего, да? Ну, так лесные ягоды, да давайте выращивать. Ну, вот поступило предложение, будете как-то работать над брендом, вообще над брендом нашей области, да? Всегда за, значит, но не от меня это зависит. Мы готовы в этом участвовать, что-то предоставить. Вам это действительно помогло в бизнесе? Ну, конечно бы помогло, значит, но вопрос, пока как-то вот разработка этого бренда, как-то она еще, в общем-то, не захватила умы архангелогородцев. Пока не до этого, наверное. Ну, такое как-то впечатление, что как-то все больше смотрят, какая нефть, какой доллар, значит, а не смотрят. Вот корень. Вы следите за нефтью, скажите, честно. Ну, вопрос, я могу на нее повлиять. Ну, я жил, когда нефть была и 6 долларов, и 10, и 20, и 30, и 120. Но жили по-разному. А ничего подобного. Мы живем в своем измерении. У нас своя экономика, у нас свои принципы управления. Причем здесь это? Весь мир, вся сельское хозяйство живет на кооперации. Просто на кооперации. Но будущее за этим. Только за этим. Ну, и кооперация где родилась? И в какие годы? Это люди объединили синие воротнички, как они говорят, то есть для того, чтобы выжить. Средний класс, рабочий класс. Сегодня вот та же ситуация. А что остается делать? Один, никто ничего не поделает. У человека есть 100 тысяч рублей. Что он с ними сделает? Он идет, отнесет их в банк. Банк свою маржу, конечно, свои все затраты и отдаст эти деньги мне. Ну, и мы просто поменяли систему. Приходите, здесь участвуйте. Дачный участок имеем? Все имеем. Ну, многие. Расходы по дачному участку все знаем. Хотя говорим, ой, удовольствие. Нет, вы просто запишите все расходы. Да, это дачникам объяснять не надо. Вопрос. Здесь то же самое. Это тот же дачный участок, только у нас нет заборов. И мы не можем сказать, что вот этот кусочек твой. Потому что одна мелиоративная система, одна система орошения, система сборов. Это коллективно. Это все равно, что вот несколько человек соберутся и скажут, что в таком колхозе есть поле пустое. А давайте картошку посадим. И все. Скинулись, наняли тракториста, вспахали, посадили, выкопали, продали. Владимир Николаевич, я надеюсь, что лучшие ожидания сбудутся. Спасибо вам большое за беседу. Тем более вы в этом не сомневаетесь. Спасибо за беседу и за ваши советы. Я думаю, что многим пригодились, многие прислушаются. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!